Существует, в первую очередь, тем, что он по климату ближе всего к Земле, напомним его основные астрономические параметры. 1,4 астрономические параметры, 42 астрономические единицы, большая полуось, экстренитет орбиты 9%, то есть это очень большой на самом деле экстренитет, и с этим связаны значимы особенности климата Марса. Про рельеф надо сказать хотя бы пару слов, я тут, к сожалению, как-то не приготовил, но вы знаете прекрасно, что там находятся самые высокие горы Солнечной системы. Олимп, высота 27 километров, диаметр Кальдера 60 километров и диаметр конуса 500 километров. В принципе, на Земле есть похожие горы, просто они нам видны только макушки, если мы возьмем, допустим, Гавайские острова, то какая-нибудь Маунакея будет совершенно сопоставима с салютом полноштабов, если, так сказать, мы осушим океан, будем отчитывать океаническое водное. Природа марсианских вулканов, она похожа действительно на Гавайские острова, это единственное место на Земле, где вулканы возникают не в результате стихтоники плит, а в результате разрушения тонкой океанической коры. То есть, ну, если совсем грубо, то это, как бы, горячая магма, она прожигает дырку в тонкой коре, и вот то, что натекает, наваливает, наваливает, вот получается, это щитовой вулкан. Похожая природа у грязевых вулканов их полно. И у нас в России на Дальнем Востоке, и, кстати, во Франции их довольно много, там, маленьких вулканов по 100 метров высотой, это грязевой вулкан. Вот щитовые, они похожи, на самом деле, на своей природе, и на Земле, по-моему, бывает вообще единственное место, где вот сосредоточены именно такие щитовые вулканы. Тектоники плит на Марсе точно совершенно нет, на Денире об этом спорят, но на Марсе ее нет абсолютно точно. Вот, там есть гигантский каньон, вот это далеко на Марейнеров, то есть Марейнереса, это такой тектонический разлом, похожий по природе на озеро Байкал, только от существенно больших масштабов. Вот, ну, и еще важная особенность состоит в том, что Марс, он такой, как бы, напоминает грушу, но южное полушарие глобально выше, чем северное. Северное больше подвержено эрозии, а южное составляет, в основном, составлено базальтовыми, такими равными. И такая вот глобальная асимметрия, глобальная кривизна, она является, с одной стороны, следствием того, что Марс маленький, а с другой стороны, она довольно сильно влияет на климат. Но, вот так или иначе, ничего более похожего на Землю, кроме Марса, у нас в Солнечной системе нет, и поэтому Марс представляет огромный интерес, ну, в первую очередь, как вы понимаете, в плане поиска следов современной, либо, может быть, с палеобиосферы. Значит, ну, атмосфера Марса, глобальная кислая, так же, как и у Венеры, давление 6 мбар, но к этой цифре надо относиться, ну, с известной долей, так сказать, осторожности, потому что вариации и в силу рельефа, и в силу сезонных вариаций, потому что глобальный кислый газ вымораживается и относится на полярных шапках в зимний сезон, в общем, это давление гуляет там от 4 мбар примерно до 10. Вот. Но 6 мбар – это такая цифра, которая еще из старых учебников пришла, и она интересна тем, что она практически полностью точно совпадает с тройной точкой воды. И это означает, что постоянной жидкой воды на поверхности Марса быть не может, не потому что там холодно, а потому что там маленькое атмосферное давление. Там может быть тепло, температура может быть выше, например, по Цельсию, но, тем не менее, лед будет сублимировать милую жидкость состояния, наверное, в силу того, что недостаточно воды. Значит, ну вот, средняя температура где-то порядка 220-230 кг, но, опять же, в силу того, что атмосфера очень хиленькая и тепловая энергия маленькая, то, конечно, огромные вариации существуют, об этом чуть позже поговорим. Значит, важно, что в атмосфере взвешено довольно значительное количество аэрозоев всегда. Эта пыль является в основном продуктом выветривания поверхности, поскольку жидкой воды нет. Вот этот базальт с разрушаемым ветром, вот эти микронные и субмикронные частицы, они так и носятся в атмосфере, потому что они при наличии жидкой воды они бы как бы коагулировали, слиплись бы, там, образовали какую-то почву. Вот на Марсе этого всего не происходит. Там вся атмосфера заполнена очень-очень мелкой пылью, и это составляет очень важную особенность марсианского климата, с одной стороны, с другой стороны, представляет довольно большую проблему для освоения Марса, не обязательно людьми, но и роботами. То есть с пылью постоянно приходится бороться. Вот, но есть и такая вот специфическая неустойчивость, опять же чуть позже в этом подробно расскажу, как глобальные пылевые були. Значит, пыль это не единственный аэрозоль, есть облака, облака как водяные, так и углекислые, и составлены они кристалликами микронных размеров, то есть это похоже на вот наши перистые облака, хотя в перистых облаках частиц это примерно, там, может быть, 30-40 микрон, на Марсе это, там, 2-4 микрон. Поэтому, ну, с некоторой условностью их относят к ассоцирусов, то есть перистых облаков, но, во всяком случае, это точно не жидко-кабельный облак. Вот, значит, ну, основные параметры вот здесь приведены в табличке, видно, что все-таки вот, несмотря на относительную похожесть, Марс сильно отличается, в первую очередь, размером, массой и, конечно же, условиями атмосферными и климатическими. Вот, значит, одна из таких очень характерных особенностей мессианского климата, а мы будем сегодня в основном говорить о климате, является следствием такой вытянутой эксцентричной орбиты. Дело в том, что на Марсе есть два типа сезонов. Одни сезоны такие же, как у нас на Земле, связанные с наклоном оси, у нас в один сезон освещается больше северная, повышает вот другую южная, но есть и сезонность, связанная вот просто с изменением расстояния от Солнца. Вот, кстати, вот, лет 15 назад, будучи в Принстоне, я в местной студенческой газетке видел результат опроса, и там 80 процентов, по-моему, студентов Принстона были уверены, что Земля-алерта меняется самостоятельно, а не потому что меняется расстояние от Солнца. В общем, на Марсе есть и то, и то. И, несмотря на то, что экстронисцитет всего лишь 9 процентов, значит, это значит, что между Афелием и Перекелием примерно на 20 процентов меняется расстояние, а если мы учтем, что Солнечный поток на единицу площади падает как квадратное расстояние, значит, мы получим, что от Афелием и Перекелием у нас разница Солнечного потока примерно 40 процентов. Это, согласитесь, довольно много, и это приводит к значимому изменению средних температур. Поэтому лето, скажем, в северном полушарии, оно более холодное и более длинное, потому что пока масса пройдет по длинному кругу, пройдет больше времени, а лето в южном полушарии более короткое и более жаркое, потому что Солнце ближе. И видите цифры 1,38 и 1,65. То есть это, в общем, довольно существенная цифра. Но это происходит только в современную эпоху, потому что существуют прецессии Перегелия. То есть с периодом 50 примерно тысяч лет, значит, Афелия и Перегелия меняются места. То есть через 25 тысяч лет, грубо говоря, северное лето будет не в Афелии, как сейчас, а в Перегелии. Ну вот, пару слов про марсианское летоисчисление. Я просто присутствовал в маленьком ресторанчике в Колорадо при рождении этой идеи, когда марсианские годы стали отчитывать 1 апреля 1955 года, почему такая дата. Значит, это была точка весеннего равнодетствия, самая близкая к дате запуска первого спутника. И вот с тех пор марсианские годы отчитывают от этой точки. Сейчас там идет, по-моему, уже 32 марсианский год. И во всех статьях, во всех публикациях марсианское летоисчисление именно в этой шкале отчитано. Марсианский год длится 668 земных дней, то есть примерно 2 земных года. Вот цифра легко запоминается. А сутки марсианские они на полчаса длиннее, чем земные. И, видите, очень похожие на план оси. То есть, казалось бы, там есть какая-то мистика, но на самом деле это совершенство. Действительно, по орбитальным параметрам во многом марс очень похож на Землю. Но про рельеф я немножечко сказал. Вот еще очень важное обстоятельство, которое надо упомянуть, которое стало широко известным еще с полета первых маринеров, а вот после экспедиции викингов оно стало предметом таких ожесточенных совершенно дискуссий. Весь Марс покрыт сетью вот таких вот каналов, таких там бритовых сетей. И, конечно же, первое, что люди сказали, когда это увидели, ага, значит, там были когда-то реки, когда-то там была жидкая вода. И все это породило идею о том, что когда-то, возможно, климат на Марсе был более мягким, атмосферное давление было больше, был сильный парниковый эффект, в результате которого климат был более теплым, и тогда, конечно же, там должна была просто обязана была существовать жизнь. А потом произошла катастрофа, вот что-то случилось, и воды не стало, она куда-то делалась, и жизни не стало, реки пересохли, и вот мы имеем то, что имеем сейчас. Вот. Но о поликлимате я еще скажу несколько слов. Но современный климат Марса, он также чрезвычайно интересен, и интересен как некий модельный объект климатической системы, в которой, с одной стороны, очень важен вклад аэрозорик, потому что оптическая толщина такая же, как на Земле примерно в ясной атмосфере, но теплоемкость атмосферы на два порядка меньше, потому что плотность на два порядка меньше. И вклад аэрозоля там очень большой. Ну и еще важная особенность состоит в том, что это единственная планета, но за исключением спутников планет-гигантов, где там об атмосферах можно говорить с некоторой другой условностью, которая конденсируется сама. То есть в зимний сезон, как я говорил, углекислый газ прям таким плотным-плотным снегопадом выпадает на поверхность, образуется сезонная полярная шапка примерно полуметровой высоты, в результате чего где-то тоже на 30-40% меняется атмосферное давление. Единственный пример среди планет Земной группы с такой конденсируемой атмосферой. Значит, про глобальную циркуляцию на Марсе. Вот если на Земле система циркуляции разваливается на несколько ячеек, то на Марсе она как бы одинарная, но асимметричная, потому что наиболее горячая точка в силу отсутствия океана это не экватор, а это средние широты в летнем полуше. Это тоже такой вот важный пример системы циркуляции, которая составлена одинарной в ячейках Эрли. Но если говорить о температурах, то климат Марса в каком смысле можно назвать гиперпрезидентальным, потому что океанов нет, тепловая инерция атмосферы очень мала, характерное время выхолаживания порядка 5-6 часов, то есть порядка суток, и это значит, что суточные вариации температуры сравнимы с самой температурой. Значит, на Марсе доходят примерно до 100 градусов в сутки. Разница между ночной и ночной температурой. То есть, если мы возьмем какие-то средние широты сезона равноденствия, при средней температуре 220 кельвин, значит, ночью это может быть 160-170, а днем совершенно запросто 270, то есть может выходить до 0 градусов по Цельсию. Ну, вот запись с Виккинга, тут указывается Цельсия, правда, это все. Это среднесуточные, но видите, сезонные вариации тоже очень-очень существенные, 50-70 градусов. Ну, если говорить более подробно про состав атмосферы, то кроме СО2, азот, который химически нейтрален и который есть везде на планетах земной группы, его там в процентном отношении столько же сколько на Венере, но, естественно, гораздо меньше в абсолютном содержании. Ну, аргон и дальше полный запар коммерческих газов только в значительно меньшем количестве, тоже, естественно, нейтрален, поэтому его незаметно. Значит, ну вот на что еще надо обратить внимание, на воду. Значит, вода — это летучее соединение, то есть оно компенсируется, и в марсианской атмосфере, так же, как и в земной, находится столько паров воды, сколько может поместиться при заданной температуре. Ну, и поскольку вертикальный профиль температуры здесь показан на высоте обычного слоя, это примерно 180 градусов Гельмена, то есть там почти минус 100, то и, соответственно, парциальное давление паров воды там ничтожно мало. Значит, средняя цифра, которую полезно помнить про марсианскую воду, это где-то 100 ПП, то есть здесь минус 4, относительно марсианской атмосферы, которая сама там на два порядка имеет меньшее давление, чем земная. То есть это, конечно, ничтожная величина, но вот по сравнению с процентами, одним процентом содержания водяного пара в атмосфере Земли, это очень маленькая величина. Но, тем не менее, она играет большую роль, образует облака и целый гидрологический цикл. Ну вот, наличие углекислого газа, наличие водяного пара приводит к неким производным. Эти производные – это, в первую очередь, регулярный кислород и озон, который был открыт, кстати, по результатам миссии «Масс Экспресс», и ЦО. Ну вот, ЦО – это довольно обильная компонента, видите, примерно 1000 ПП, там 700-800 ПП, и эта величина на Марсе переменная. То есть, видите, ЦО на Марсе больше, чем на Земле, в процентном отношении, а в абсолютном, кстати, тоже чуть-чуть больше. Не сильно, но больше. И переменность ЦО, она очень интересная. Она связана как раз с конденсацией атмосферы на полярных шахтах. А поскольку ЦО имеет гораздо меньшую температуру конденсации, чем ЦО2, когда выпадает в конденсат основная составляющая атмосфера, относительная концентрация ЦО повышается. И по относительной концентрации ЦО можно отслеживать баланс массы марсианской атмосферы. Это вот такой интересный эффект, который… Кстати, по аргону эти измерения тоже делались на аппарате «Масс Эдисей» и по намоспектрометру, который фиксировал аргон, такие измерения тоже привезли. По энергонным компонентам можно отслеживать глобальный перенос массы марсианской атмосферы. Ну и наконец, самая, так сказать, занятная составляющая, которая всех нас волнует в рамках проекта МДЛС, это, конечно же, метан. Значит, метана на Марсе 10 ппб давал Краснопольский на 2004 год, на 2014-й он сказал, что он метана не видит вообще. И, значит, последняя статья Вербстера по данному массоходу Куриосити – это примерно 0,5 ппб, который сейчас фиксирует массоход, но фактически на уровне предела обнаружения. То есть метан – это газ переменный в марсианских условиях, значит, источник его неизвестен. И вообще хоть какое-то понимание природы этой компоненты представляет сейчас самую, наверное, главную загадку в этой планете. Собственно, вот миссия «Экзамарс» в основном, если говорить о сухом остатке, нацелена именно на решение загадки метана. Ну, про, значит, температурный профиль марсианский я уже вам неоднократно показывал. Он такой очень простенький. Значит, что здесь важно? Здесь нет четкой границы между тропосферой и стратосферой. И связано это с большим количеством пыли в марсианской атмосфере, которая поглощает прямое солнечное излучение. То есть, если классическая тропосфера греется только снизу восходящим тепловым излучением, то марсианская тропосфера греется одновременно и прямым солнечным, и восходящим тепловым излучением. И в результате этого температурный градиент на Марсе существенно субалеватичен. Сейчас он составляет где-то там от 2,5 до 4 градусов на километр, при алиопатическом градиенте порядка 8 градусов на километр. То есть, атмосфера Марса статически устойчива, причем очень устойчива, и из этого тоже следуют важные особенности динамики марсианской атмосферы. Ну вот, опять же, тут схематично показан температурный профиль в сравнении марсианский и земной. Значит, в земле здесь есть озор, и видите, гораздо более, так сказать, резкий градиент в тропосфере. На Марсе этого нет. Но на самом деле суточный ход марсианской температуры он выглядит примерно так. Если мы посмотрим, как этот самый кончик будет выглядеть, то днем температурный профиль будет выглядеть как-то так, а ночью как-то вот так. и вот эта высота будет составлять, может быть, 3-4 километра. Это вот приборезностный слой, который подвержен сильным суточным вариациям. Выше этого уровня суточные вариации тоже есть, но они напрямую не связаны с прямым нагревом бахалажа. Это скорее проявление суточного термического прилива, и, как правило, выше 10 километров на Марсе дневные температуры ниже, чем ночные. Такая вот особенность термического прилива. Ну, собственно, вот эта схема показывает, как устроен тепловой баланс на Марсе и на Земле. Значит, термосфера на Марсе холодная, составляет где-то там 250-250-250 градусов километров. Значит, есть три основных цикла в марсианском климате — это неокислый газ, вода и пыль. Значит, ну, теперь вот несколько слов про общую циркуляцию. Она известна сейчас достаточно хорошо. В мире, наверное, существует десяток довольно приличного качества модели общей циркуляции марсианской атмосферы. Тут, конечно, вне конкуренции французская модель, которая под руководством Франсуа Фаржа была разработана уже, наверное, десятилетиями. Модель НАСА долго лидировала, потом уступила французам. Сейчас они уже в сотрудничестве как-то пытаются догонять. Но так или иначе мы циркуляцию атмосферы Марса знаем сейчас очень хорошо. Значит, какие здесь особенности? Во-первых, из-за того, что хилая атмосфера, то есть хилая в том смысле, что у нее очень мала тепловая инерция, но оптическая толщина большая, атмосфера очень чутко реагирует на изменения солнечного потока. И это значит, что можно сразу ожидать большой вклад термического прилива. На Земле термический прилив тоже есть, но он на фоне вот всех остальных пертурбаций, этих волн, рост, гравитационных волн и так далее, он практически не заметен. На Марсе термический прилив – это вообще основная синаптическая компонент. Если вы прилетите на Марс, попробуете померить ветер, то вы увидите термический прилив. На практике это будет выражаться в том, что у вас в течение суток вектор скорости ветра повернется и вернется в свое доходное состояние. Так будет продолжаться каждый день. А если вы поставите датчик давления, то вы увидите, что давление у вас гуляет в течение суток на 1%. Это на самом деле очень много. Для синаптических компонентов циклона и антициклона это немного, но для суточных вариаций это, конечно, очень много. Есть довольно забавное совпадение, связанное с тем, что полусуточный прилив, то есть вторая гармоника суточного термического прилива совпадает с волной Кельвина. Про волну Кельвина, помните, я вам рассказывал, она связана с тем, что у нас меняется фазовая скорость в зависимости от широты, то есть в зависимости от параметра кориолиса. И на экваторе появляется такой волновод. По сути он похож на артическое волокно. То есть фазовая скорость внутри этого волновода меньше, чем в окружающей среде. И вот появляется эффект полного внутреннего отражения. Вот поскольку суточный прилив очень большой, у него есть значимая вторая гармоника, а волна Кельвина резонет, волна Кельвина на Марсе тоже очень сильная. Именно вот в силу этого довольно случайного совпадения. Ну и, наконец, важной особенностью марсианской атмосферной циркуляции является то, что Марс кривой. Вот твердое тело Марса. И поэтому в его рельефе довольно значительен вклад низших гармоник. Один, два, три. Это значит, что и в атмосферных волнах мы тоже можем ожидать довольно низкие гармоники. Но про полевую бурю я уже говорил. Это вот такая глобальная климатическая неустойчивость, которая носит сезонный характер. И случается полевая буря практически при каждом прохождении Марса перегрели. Выглядит это вот так. То есть, это в таком нормальном спокойном состоянии. То есть, у него атмосфера немножечко замутнена. А во время полевой бури оптическая толщина составляет несколько единиц или даже может достигать десятки. Полевые бури бывают не только глобальные, бывают региональные. Вот, например, такая региональная полевая буря. И, конечно же, динамика этих бурь, она имеет важное прикладное значение, поскольку на Земле такие явления тоже случаются. Ну, земную циркуляцию я вам уже показывал, а так вот выглядит циркуляция марсианская. Значит, из-за того, что океана нет, самая горячая точка – это дневная подсолнечная точка в летнем полушарии. Поэтому атмосфера, она как бы с одной стороны раздувается в сторону дневного полушария, с другой стороны, ячейка Хэтли становится асимметричной. И мощная, такая протяженная ветвь из летнего полушария в зимний, и совсем слабенькая, средних широт, высокие широты в летнем полушарии. Такая вот глобальная асимметрия, она для Марса очень характерна. Ну, а кроме того, вот я говорил вам про асимметричный рельеф, вот в немножечко мутрированных цветах, в диабазоне плюс-минус 10 километров, вот так марсианский рельеф выглядит. Значит, что здесь, что? Это вот плата Фарси, да, или Тарсис по-английски, с этими вулканами. Ну, это Олимс, значит, асимметричный рельеф, по-моему, Акриус. Это Альва Потера, это не совсем вулкан, а как бы такая возвышенность, которая не стала вулканом, она не очень высокая, но довольно протяженная. Отдельно стоящий вулкан Элизиум, и вот эта трещина здоровенная, долина Марина. Это в северном полушарии, в низких широтах, а в южном полушарии у нас два огромных ударных бассейна. Значит, это Херлос, Лада, и это Арбир. То есть это следы таких мега-импактных процессов, когда астероид или какое-то крупное протопланетное тело ударилось в Марс, и то, что осталось, это вот эти гигантские ударные бассейны. То есть вот такой вот кривой рельеф, еще вдобавок асимметричный, в том, что Юму полушария глобально выше, чем северная, приводит к тому, что, видите, вот у нас двойка здесь очень хорошо прослеживается, и тройка тоже прослеживается. То есть вот фурии гармоники 2 и 3, они в глобальной циркуляции Марса имеют очень большое значение. Вот, значит, ну вот так выглядит термическая структура в марсианской тропосфере. Я говорю, что тропосфера, это понятие для Марса, условное, но где-то вот там ниже 40 или 50 километров, вот все, что там происходит, где-то мы можем считать в каком-то смысле тропосферой. Значит, нижняя граница, видите, она здесь такая кривая, это усредненный рельеф. И отсюда сразу же можно увидеть, что глобально южное полушарие выше, чем северное. Вот это довольно типичное распределение температур в сезон Офелия. Значит, вот это измерение, это результат численного модели. Ну, здесь это дано как иллюстрации того, что модели действительно довольно хорошо воспроизводят сейчас температурные поля. Но я бы хотел обратить ваше внимание вот на следующие вещи. Значит, это у нас Офелий. Значит, мерой сезона на Марсе является солнечная ариоцентрическая долгота. Сейчас объясню, что это такое. Вот у нас орбита Марса, вот где-то здесь Солнце, а вот у нас Марс. Значит, у него есть точка весеннего равноденствия в северном полушарии. Значит, только я неправильно нарисовал иллюз, потому что у него Офелий в северном полушарии. Вот здесь у нас Солнце, значит, здесь у нас Марс. Значит, движется он вот таким образом по орбите. И вот там, где у нас точка весеннего равноденствия, то есть когда луч, проявленный Солнце в Марс, перпендикулярен оси вращения. Вот начиная от этой точки до текущей точки мы отсчитываем некий угол. И этот угол называется солнечной ариоцентрической долготой арио, потому что греческое имя Марса Арес, соответственно, не география, а ариография и так далее. Ну, вообще, вот все говорят LS или там по-английски LS, вот имейте в виду, что во всех публикациях про Марс вот это обозначение — это мера марсианского сезона. Значит, Офелий составляет LS порядка 70 градусов. Но это повторюсь сейчас, в современную эпоху. Через 25 тысяч лет будет наоборот. Значит, когда мы говорим 57 градусов, это как раз Близиофилия. И Близиофилия, когда температуры на Марсе глобально низкие, смотрите, какое удивительное дело. Значит, у нас лето в северном полушарии. Но мы видим, что фактически все северное полушарие, даже начиная с 20 градусов южного полушария, изотермично. Видите, да? Это вот такая марсианская особенность. И связана она с тем, что на температуру большое влияние оказывает движение воздушных масс, оказывает динамика. Казалось бы, у нас здесь должен быть некий температурный пик, полюс должен быть холоднее, экватор тоже холоднее. Но видите, вот здесь такой провал температуры. Значит, он связан с восходящим движением воздушных масс в ячейках Эдли. А вот здесь, наоборот, видите, печок. Этот печок связан с нисходящим движением воздушных масс. То есть, вот основная ветка ячейки Эдли, она крутится вот таким образом. Малая ветвь, она крутится таким образом. И вот за счет динамического разогрева, поскольку атмосфера обладает малой тепловой инерцией, она очень чувствительна к динамике. Видите, у нас тут вот, особенно в атмосфере, такой вот очень-очень заметный температурный пик вырастает. Когда мы переходим в сезон равноденствия, вот здесь, то у нас здесь как раз два таких пика. Они расположены примерно симметрично. И циркуляция Эдли, она вообще ослабевает в целом и становится более симметрично. Но это как бы на большом масштабе. А на локальном масштабе наиболее интересное динамическое явление – это вот так называемые пыльные дьяволы. Даст Девилс – это вот название, которое дано земным такому явлению в пустыне довольно часто таких локальных вихрей. По масштабу они, ну там от десятков, может быть, даже от единиц метров и до сотен, и до нескольких километров в высоту. Значит, динамика этих вихрей, она сама в себе довольно интересна. Она связана с тем, что уравнение состояния вот в таком вихре отличается от уравнения состояния дельного газа. Когда вихрь поднимает значительное количество пыли, масса пыли становится сравнимой с воздушной массой. И тогда, как вы понимаете, вы можете менять плотность этой среды практически не меняя давление. Пыль давление не оказывает. И вот такое уравнение состояния без давления способно приводить к таким очень компактным, мелкомасштабным, динамичным структурам. Потому что вы можете сжать вот эту вихренную трубку, то есть если у вас изначально был цилиндр воздушной массы, который обладал каким-то моментом и вращался. Если вы этот цилиндр можете вытянуть в трубку, сохраняя момент количества движения, то естественно у вас угловая скорость может дорасти до очень больших значений. А сжать вы можете именно потому, что она не оказывает давление. В этом состоит в основном природа всех этих смерч и подобных нападных вихрь. А за счет чего он сжимается? Сжимается за счет восходящих потоков. То есть если качественно эту картинку рассматривать, то выглядит это примерно таким образом. Вот эти вихри образуются тогда, когда поверхность наберется сильнее атмосферы окружающей, и возникает термический поток. Вот в рамках неустойчивости Кельнина и Кельгольца у нас всплывает такой пузырь. Допустим, что изначально у нас какой-то объем воздушной массы обладал каким-то моментом количества движений в силу их случайных факторов. Когда начинает всплывать пузырь, он начинает вытягиваться вверх. Но из-за сохранения массы он, естественно, растягивается и сужается. И если в чистой атмосфере у нас этому растяжению будет препятствовать давление, то пыль сама по себе давление не оказывает, поэтому она легко сужается. А массу она несет значительно, и, соответственно, момент инерции несет значительно, поэтому это все раскручивается до очень больших угловых скоростей. Но это качественная картинка, но, тем не менее, основная причина именно этого. Вот эти вихры возникают тогда, когда температура поверхности превышает температуру атмосферы непосредственно над поверхностью примерно на 22 градусов. Был цикл статей Натана Рено, который подробно этот вопрос рассмотрел, вот пришел к такой примерно цифре. И в моделях общей циркуляции часто эти смерчи параметризуют величиной. Почему я так подробно об этом рассказываю? Потому что вне пылевых бурь, в спокойные сезоны, вот эти вихри являются на самом деле основным поставщиком пыли в атмосферу Марса. А они вне зависимости от сезона, да? Значит, опять же, еще раз, они требуют температурного контраста. В полевую бурю такой температурный контраст невозможен, потому что сильно запыленная атмосфера сама поглощает много солнечного света, а до поверхности доходит мало. Возникает как бы антипарниковый эффект, поверхность охлаждается, а атмосфера, наоборот, разогревается. И считается, что один из механизмов прекращения генерации полевой бури как раз стоит в том, что из-за этого антипарникового эффекта у нас прекращается поставка пыли. Но при полевой бури там немножечко другая ситуация, там возникают сильные ветры, которые уже просто срывают пыль с поверхности за счет таких тренциальных напряжений. Извините, вот такой вопрос. А как долго нужно, чтобы атмосфера опять после глобальной полевой бури стала чистой? Ну, как я говорил, значит, полевая буря это сезонное явление. Там под конец я покажу сезонные картинки, там все будет ясно. То есть, грубо говоря, вот в течение марсианского года картина меняется от полевой бури до такого незапыленного, но облачного климатологии. Ну, вот, чтобы это подробнее немножечко разобрать, надо перейти к циклу воды. Вот, гидрологический цикл Марса, это вообще, наверное, основная проблема, которая решалась предыдущими миссиями, в первую очередь, миссиям Марс Экспресс, Марс Горгл Саврея, Марс Горгл Саврея, Марс Горгл Саврея, Марс Горгл Саврея, Марс Горгл Саврея. Вот, с точки зрения климата, это одна из самых сложных и интересных проблем, но на сегодняшний день она уже очень в значительной степени разрешена. Значит, конечно, марсианский цикл воды гораздо проще земного. Тут нет ни океанов, ни рек, вообще жидкой воды нет, но, тем не менее, что есть? Значит, есть поверхность, на котором есть некие поверхностные резервуары, это полярные шапки в первую очередь, но есть и под поверхностные резервуары. Мы знаем, что, после открытия группы Митрофанова, знаем, что вода, видимо, вечной газлоты, она распространена на Марсе повсеместно. Вот, значит, есть поверхностные резервуары, то есть это водяной парт в атмосфере и облака, вот, ну и есть некая атмосферная циркуляция, которая все это перекачивает там из одного резервуара в другой. Ну и, наконец, в верхней атмосфере у нас присутствуют фотохимические процессы, которые играют, ну, небольшую роль непосредственно, что касается воды. Но, в принципе, наоборот, вода на эти реакции оказывает довольно сильный прием. Вот, если мы посмотрим на экспериментальные данные, вот, так выглядит классическая сезонная картина сезонной эволюции водяного пара и облаков. Вот, и вот, как бы, эту картинку надо уметь читать и понимать ее, потому что она составляет основу марсианского климата. Значит, водяной пар. Вот я возьму цикл от нуля до следующего нуля. Вот это один марсианский вод. Значит, вот здесь у нас астрономическое лето. То есть у нас наиболее освещенное является северное полушарие. Вот здесь у нас Афелия. То есть здесь Марс на наибольшем удалении от Солнца. Ну, и с некоторой задержкой, которая всегда в любом сезонном цикле бывает, начинает испаряться очень интенсивно северная полярная шапка. Поэтому в северном полушарии в летний сезон мы наблюдаем максимальное количество водяного пара в марсианской атмосфере. Принято эту величину измерять в осажденных микронах. Значит, если мы возьмем весь водной пар, который находится в вертикальном столбе атмосферы, сконденсируем, то у нас получится пленочка там толщиной, вот при самом-самом важном сезоне, ну, 40-50, может быть, 70 микрон. То есть это меньше одной десятой миллиметров. Это я к тому, насколько ничтожное вообще количество воды, которую мы везем в речи. А какая площадь подразумевается? Неважно какая. Со всего столба конденсируешь, у тебя получается какая-то толщина. Вот. Это как бы пик. Дальше мы видим, что с течением сезона полярная шапка перестает испаряться, там уже становится холодно, дальше этот пик, он как бы сползает в низкие широты. Дальше мы видим какой-то слабенький такой пик, уже когда зима здесь настала, и при этом довольно слабенький, но симметрично расположенный пик над юной полярной шапкой. При этом сами полярные шапки, они сильно асимметричны. Если мы посмотрим на марсианскую поверхность, то северная полярная шапка, где она у нас была? Вот она. Это такой большой ледник, с большим количеством пыли, сложной формы, но тем не менее это водяной лед. Другая ситуация. На юге у нас компактный такой лед CO2, а вот темного льда мы не видим, хотя мы сейчас знаем, что он там есть. Только он захоронен под довольно толстым слоем пыли. Активно в современную эпоху именно северная полярная шапка, именно она наиболее интенсивно обменивается водой с атмосферой. Южная, несмотря на то, что вода там тоже много, обменивается гораздо слабее. Ну и видите, вот этого симметричного пика в южном зимнем полушарии здесь нет. Здесь вообще, так сказать, вода никакой нет. Несмотря на то, что, ну да, здесь довольно холодно, здесь зима, здесь мы видим этот пик, здесь мы его не видим. Это с одной стороны. С другой, вот здесь, кстати, пик более заметный, видите, двойной такой. А симметричный сезон мы его не наблюдаем. То есть на самом деле в водяном цикле заметна довольно сильная разница между двумя полушариями. В северном июне. Если мы посмотрим на распределение облаков, опять же мы увидим, что картина очень асимметрична. Мы видим, что в сезон Афелия, когда у нас интенсивно испаряется северная полярная шапка, вблизи экватора, ну чуть-чуть со смещением северной полушария, там где-то от 0 до 30 градусов, формируется такой мощный облачный пояс. Вот то, что это пояс, можно убедиться по этой картинке, координация шариота-долгота. Это действительно почти такое, так сказать, равномерное распределение. Хотя над вулканами облаков всегда больше. Ну, как всегда, орографическая облачность. Потому что набегающий поток воздушного поднимается по поверхности, и адиоматически охлаждает, и всё как несет. Вот. Самих полюсов мы тут не видим, но мы знаем, что вот над самим летним полюсом, когда там испаряется интенсивная вода, облаков почти что нет. Вот. А когда зима, то наоборот, там облачность очень сильная. Вот так называемый полярный колпак, или Полархуд по-английски, это тоже такая довольно заметная деталь в сезонном публике Марса. Ну, и вот почему картина такая асимметричная? Первый вопрос, который люди себе задавали. И впервые вот эта картинка была еще измерена аппаратом Викинг. Там стоял такой очень, кстати, продвинутый спектрометр с довольно приличным спектральным разрешением. Назывался МАФТ, Марс-Атмосферка-Кодор-Детектор. И в 97-м, по-моему, году Тодд Клэнси, тот самый, который предложил Массианское летосчисление современное, он предложил идею о том, что вот эта вот асимметрия, она является следствием интерференции вот этих двух климатических циклов. Цикл Зима-Лето и цикл Афеля-Береги. Сейчас я покажу, как это происходит. Значит, вот на этой картинке, к сожалению, мне не удалось ее опубликовать в приличном журнале. Она была опубликована, по-моему, в какой-то популярной статье, чуть ли не в журнале «Природа», но рисовал я ее долго и с большой любовью, работая в Принстоне. Значит, здесь изображен перенос воды в различных состояниях в два марсианских сезона. И эта картинка как бы иллюстрирует ту идею, которая была в свое время предложена Клэнси чисто умозрительно. Значит, обратите внимание, что на двух картинках здесь разная вертикальная шкала. То есть, вот здесь одна десятая миллибара и здесь одна десятая миллибара. Значит, что здесь что? Синие кривые – это линии тока воды. Зеленые кривые – это линии тока воздушной массы. Вот так устроена циркуляция атмосферы. То есть, мощная ветвь из летнего полушария в зимнее и слабая ветвь из средних широт летнего полушария на летний полюс. Значит, Саша, у меня лекция, я там через полчасика закончу для ветвь. Вот этот красноватый пунктир – это облака. Значит, вода переносится в двух агрегатных состояниях – в виде водяного пара и в виде облаков. Облака состоят из разводных частиц, которые оседают, падают. Частицы довольно крупные по марсианским меркам – 4 микрона, то есть порядка длинной свободного промега, и оседают довольно быстро. И разница между… Да, и вот эта вот красная кривая – это изотерма – 180 градусов. И видите, из-за того, что Афелий у нас глобально холоднее, чем перигелий, значит, вот эта изотерма в Афелии проходит на уровне порядка одного миллибара, а в перигелии она проходит на уровне примерно две десятых миллибара, то есть она здесь примерно на 15 километров выше. И, соответственно, уровень конденсации воды в сезон Афелии тоже на 15-20 километров ниже, чем в перигелии. Здесь у нас образуется вот этот тропический пояс облаков в Афелии, и водяной пар не пробивает выше уличного слоя, потому что вся вода здесь конденсируется. А восходящего потока воздушной массы не хватает на то, чтобы вот эти частицы облаков перебросить в зимнее полушарие, потому что, ну, частицы довольно тяжелые, они оседают быстрее, чем поднимается воздушная масса. И таким образом у нас вода практически вся циркулирует, она оказывается заперта в северном полушарии. Поэтому здесь воды много, а в южное полушарие она совсем не попадает. В сезон перигелия высота конденсации значительно выше, это где-то 30 километров, и фактически основная циркуляция воды, она происходит ниже точки конденсации. И видите, вода совершенно спокойно перекачивается между северным и южным полушариями. То есть получается как бы такой ротационный насос. А что означает салатовые и фиолетовые области? Значит, салатовые и фиолетовые области это просто различная концентрация водяного пара. Фиолетовые больше, салатовые меньше. А здесь еще и изолений пунктируем черную с циферками, которые означают ppm. То есть вот здесь у нас примерно 100 ppm, а вот салатой фиолетовые где-то 230 ppm. И посмотрите, что мы с вами видим. Здесь у нас вся вода фактически оказывается заперта вокруг полярной шепки. Здесь у нас клапан закрыт, потому что низкая облачность из-за того, что глобально низкие температуры. Здесь, в перигели, клапан открыт. Облачность высоко, она ни на что не влияет. И видите, вот эта более темная левовая область, она имеет вот этот вторичный пик. Вблизи 30 градусов северной широты. Это как раз вот этот пик. А вот этого пика здесь мы не наблюдаем именно потому, что у нас оказывается вся вода оказывается западной. Вот так работает вот этот механизм класса, который в современную эпоху обеспечивает нам глобальную асимметрию цикла воды на массе. Является ли этот механизм единственным? Значит, почему это важно? Потому что, как я говорил, нынешнее соотношение Афелия и перигелия не вечно. Через 25 тысяч лет она поменяется на противоположную. И что, действительно, тогда у нас вся вода будет сосредоточена на юге и южная полярная шапка будет активной или нет? Значит, вот чтобы это проверить, мой тогдашний коллега как раз, когда мы этим занимались, Джон Уилсон вместе со своим учеником Марком Винчерсоном, они провели численный эксперимент. Взяли и на модели поменяли местами Афелия и перигелий. То есть прокрутили водяной цикл, поменяв местами режима Салиции. И оказалось, что ничего подобного. Вода не перекачалась на югу. Почему? Потому что кроме интерференции режима Афелия и перигелий, у нас есть еще глобальная асимметрия РГФ. Южное полушарие, оно глобально выше северного, и поэтому вот эта циркуляция перигелия, она более интенсивна, потому что воздушная масса, она как бы скатывается с горки. Здесь ей приходится в горку забираться, закатываться, и, соответственно, в среднем этот воздушный поток слабее. Поэтому мы имеем на самом деле с двумя эффектами дела. Один из них жестко привязан к рельефу, другой носит цивилический характер. Но вот сейчас эти оба эффекта работают в одну сторону, и мы действительно наблюдаем, что вся вода у нас сосредоточена в северном полуже. Ну, что касается распределений вертикального профиля в атмосфере, вот начиная с данных Фобоса, вот так вот они выглядели, это уже там 30-летней давности первые результаты. Ну, и вот современные уже профили, полученные с Пикавом, настолько точные, что дают с основанием предположить, что кое-где у нас вода у нас вода перенасыщен. То есть его концентрация превышает предел конденсации, а конденсации, тем не менее, не происходит. Почему это возможно? Потому что при марсианских температурах гомогенная конденсация невозможна. Если вы помните, в темпе конденсации стоит фактор свободной энергии на КТ. А свободная энергия это там на треть, на сигма, на три, ну и на площадь. Это довольно большая величина, то есть мы должны, значит, Р это радиус минимального зародыша конденсации, когда он станет устойчивым. То есть мы должны преодолеть за счет просто фунтуации довольно мощный энергетический порог. При температуре там порядка 180 км, вероятность такой ситуации, она исчезающе малая. Поэтому в марсианских условиях мы можем смело пренебрегать любыми механизмами гомогенной конденсации, и конденсации, возможно, только на какие-то зародыши. Естественно, самым специальным зародыши в конденсации является пыль. Ну или частица облаков, или кислого газа, например. И если у нас по тем или иным причинам пыли в атмосфере мало, ну, например, мы просто забрались очень высоко, там, в высоту 60 км. Пыль там не держится, нас валяется. Вот, в принципе, возможно насыщение аж до 10 км. Но это единственное измерение такого рода, оно удостоилось публикации в сайт. Если это подтвердится, это будет, конечно, чрезвычайно интересно, потому что так вот в метеорологии принято считать, что значительных перенасыщений не бывает. Но, опять же, вот еще раз сопоставление модели уже больше, более детальное. Значит, модели общей циркуляции здесь и непосредственных измерений по водяному парам. Здесь измерение, здесь модель. А почему она вот такую структуру имеет? Просто вырезаны вот эти вот области. А, вот здесь почему вырезаны? Значит, вырезы, потому что здесь полярная ночь. Это данные ТЭС, это Thermal Emission Spectrum. Это Fourier спектрометр с небольшим разрешением, который измерял спектр уходящего теплового случая. Выглядел типичный ТЭСовский спектр, вот примерно таким образом. Значит, это плановская кривая, на которой вырезана 15-микронная полоса. Там, где полярная ночь, температура поверхности составляет порог, связанный с конденсацией атмосферы. Это понятно, что мы не можем атмосферу вводить сильнее, чем точка конденсации. Так же, как мы не можем, пока у нас есть жидкая вода, заморозить ее ниже нуля. Но это где-то 145 кг. Там очень холодно, поэтому излучение там очень мало, и поэтому тест там ничего не видит. И то, что в данных существует эта дыра, это просто обусловлено условием наблюдения. То, что эта дыра существует в модели, на самом деле обусловлено нежеланием авторов модели показывать то, что не совпадает с экспериментом. Реально другой причины нет. А вы говорите, вот такая же карта мерилась с викингами, да? Похожая, да. А это была орбитальная станция? Просто я знаю, что викинги были надежными. Значит, проект Викинг предполагал два идентичных посадочных аппарата и два идентичных спутника. Это были орбитальные аппараты, которые тоже там работали по 4 года в среднем. И вот этот эксперимент МАФС как раз был на орбитальном аппарате. Конечно, картинка была далеко не такая подробная, но вот она долгое время была вообще классикой в распределении зимового пазма в атмосфере Марса. И все до вот этой картинки Марс-глобал-сервера ориентировались в первую очередь на данную веку. Она была потом скорректирована. Там вот Аня Федоровна, первый автор в этой работе. Мы учли влияние пыли на спектры, и картинка стала более правоподобной. Вы как бы стерли пыль, да, убрали пыль? Да, потому что в сезон пылевых буль, в сезон перигелия, здесь вообще воды не было видно, именно потому что солнечное излучение отражается от пыли, не проходя через лучную атмосферу. Ну вот это уже результаты эксперимента Омега в проекте Марс-экспресс. Значит, цветом тут обозначена микроструктура льда. И интересно то, что здесь вот тоже такие волновые структуры в определенные сезоны, меняющиеся, они достаточно хорошо видны. Это тоже данные эксперимента Омега. Это водяной лед прямо перед тем, как он окончательно исчезнет в южном весеннем полушарии. И опять же хорошо видно вот эти три симметричных пятна. То есть там, где уже почти, как сейчас, снег зашел, но где-то какими-то отдельными пятнами он лежит. И оказывается, что он лежит вот пятнами такими симметричными. Это все результат влияния такой глобальной топографии, где, как я говорил, гармоники 2 и 3 вносит существенный вклад в циркуляцию атмосферы. Потому что в атмосферной циркуляции вот эти низшие гармоники 2 и 3 на Марсе они тоже существенны. Ну и наконец, наверное, самое такое яркое проявление вот этой волновой циркуляции в атмосфере это наличие вот этих двух антиподальных пятен. Значит, это, напомню, распределение потока альбинных нейтронов по данным эксперимента ХЭНД до начала 2000-х годов. Значит, чем меньше нейтронов, тем больше водорода, чем больше воды в грунте Марса. И если на полярных областях мы понимаем, что это вечная мертвота, то вроде бы на экваторе лед должен быть неустойчив. Тогда что это значит? Ответ такой, что это вода, связанная с минералом. Это гипс, там, опалы всевозможные, так далее. Все равно это ствол гидраты. И вот наличие двух таких антиподальных пятен с повышенным количеством связанной воды как раз по всей видимости обусловлено результатом глобальной атмосферной циркуляции, которая приводит к закачке воды именно в этих областях. Ну, вот я немножечко, сейчас у нас осталось чуть-чуть времени, я немножечко, значит, все-таки расскажу о палеоприятии Марса, о том, какие представления были раньше, как они эволюционировали и так далее. Вот до где-то там середины конца 90-х годов прошлого века вот доминирующей картинкой была вот такая, что когда-то, значит, был влажный теплый Марс, там был глобальный океан, там рыбки плавали и все такое, а потом вот что-то случилось, и Марс стал такой пустыней. И, конечно, все проекты современные, они так или иначе были направлены на исследование воды, на исследование следов воды в марсианской породе. И, вот, носохот Кольёстя до сих пор ведет довольно много измерений, как раз связанных с попыткой реконструкции вот подобной климатической ситуации. Вот. Но, на самом деле, эксперименты не подтвердили вот такой вот красивой картинке, что наблюдать все было хорошо, потом что-то случилось, и климат резко поменялся. Действительно, следы жидкой воды находят в породах, но датировка этой жидкой воды отодвигается все дальше и дальше к самому раннему периоду формирования планеты, когда у нее еще не было современной атмосферы. По всей видимости, марс всегда был примерно таким, как он сейчас, но был период больше тектонической активности, и все вот эти вот каналы, они вызваны какими-то катастрофическими явлениями, типа сельевых потоков, которые мобилизованы тектоническими процессами. То есть у нас есть вечная разлота, большой объем воды в грунте в замороженном состоянии. Значит, тектоник все это разогревает, все это, так сказать, выплескивается на поверхность, и вот такой поток, значит, воды со льдом, с камнями, с паром пробахивает там многие-многие километры и вырывает вот эти вот очень глубокие каналы. Вот сейчас основная точка зрения на этот процесс именно такая. Но, тем не менее, существуют действительно климатические изменения, следы которых мы на Марсе видим, и которые связаны с так называемыми циклами Миланковича. Вот я вам чуть-чуть рассказывал в прошлый раз, когда говорил про Землю, про стабилизацию Луны в процессе оси вращения Земли. У Марса Луны нет. Два спутника, которые у Марса есть, они очень мелкие и, конечно, никакого времени непосредственно вращения планеты не оказывают. И вот оказывается, что Марс способен менять угол наклона оси вращения в очень существенном диапазоне. Если говорить про угол наклона Марсианской оси, современная цифра – это 25 градусов, за 10 миллионов лет модели реконструируют примерно вот такую цикл. То есть, видите, это вплоть до 45 градусов, то есть фактическая масса. Но это просто чистая механика, да? Это чистая механика, да. Это нутация, точнее, не процессия, а нутация волчка. Поскольку это не совсем симметричный волчок, у него есть диагональные члены какие-то в тензоре инерции, поэтому он способен на такие медленно очень колебать. Ну и, конечно, для климата такие изменения угла наклона, они могут иметь самые катастрофические последствия. Потому что если при современной эпохе, значит, вот у нас есть активная северная полярная шапка из ледяного льда, и на южном полюсе из-за того, что южная зима очень холодная, холоднее, чем летняя зима, у нас там остаточек остается для кислоугаза замороженного, которые за жаркое, но короткое лето не успевают исполниться. То, когда мы положим там на 40 градусов, у нас здесь будет гораздо более массивная сезонная шапка и более массивная ледяная шапка, которая будет создавать большую облачность. То есть климат будет более резким и асимметрия будет более резко выражена, чем сейчас. и с другой стороны гораздо более интенсивные болевые боли в сезон перегреве. Если же мы положим его там на 60 градусов, то происходит интересная вещь. Значит, полярные шапки уходят, потому что в летний сезон они обе подвержены очень сильной инсоляции. Они уходят, и единственное место, где лед может спрятаться, это как настранный экватор. А поскольку в низких широтах на Марсе довольно крупные вулканы расположены, то следует ожидать, что именно в районах этих вулканов будет происходить основная конденсация. На отрогах того же самого Олимпа вот сейчас видны вот такие его структуры. Это для сравнения картинка ледника в вот этих сухих долинах, которые являются, пожалуй, наиболее близкими аналогами ассиатского климата на Земле. Это ледник, который цел до сих пор, несмотря на то, что это сейчас экватор, и там довольно тепло. Но за счет того, что он прикрыт мощным слоем осадочных пород, этот лед никуда оттуда не девается. Но тем не менее, вот такие отроги, потеки говорят о том, что там находится какая-то пластичная материя, и просто с соображением биологии можно смело утверждать, что единственным кандидатом является Олимпа. То есть, действительно, вот эти древние ледники, они на отрогах марсианских вулканов до сих пор присутствуют, и являются свидетельством вот этих древних изменений климата, связанных с мутацией оси вращения. Но это результат моделирования по той же французской модели. Вот примерно там можно ожидать нахождения вот этих ледников. Ну, а это геологическая уже карта, экспериментальная, которая как раз показывает, где вот эти языки расположены. Ну, видите, все понятно, потому что набегающий поток у нас с запада на этих широтах, и вот этот набегающий поток оставляет такой ледниковый. Потому что вся механика достаточно хорошая. Вот. Значит, это, как бы, такие более-менее современные изменения климата и изменения родственного цифра. Если мы попытаемся уйти куда-то там совсем далекую эпоху, то мы действительно увидим, что воды было когда-то на поверхности гораздо больше. И мы видим, что есть резервуары, которые, наверное, должны содержать значительную долю воды. Но, что самое главное, мы видим, что вода должна аккумулироваться вот в высоких широтах на обоих полушетрах. И, действительно, эта картинка достаточно точно совпадает вот с данным Хэнда, который фиксирует, что выше 60 градусов у нас, ну, до 70 процентов по массе составляет водяной блюд. Это, как бы, такие длительные, крупномасштабные изменения, которые происходят медленно и по масштабам временно сопоставимы с геологическими эпохами. А есть циклы, о которых я вам уже говорил, которые короткие, связанные с прецессией перигелия, с тем, что у нас знак интерференции цикла земолета и цикла афеля перигелий меняется с периодом в 50 тысяч лет. И вот, если мы посмотрим на вот эти вот отложения полярной шапки, вообще, вот эта спираль, она имеет чисто геометрическую природу, связанную с игрой уступов и теней. Из-за того, что планета вращается, значит, тени следуют этому вращению, вот максимальная эрозия сублимационная, она, как бы, структурируется в такие спиральные структуры. И вот, если мы посмотрим на срез вот вблизи такой спиральной структуры, мы увидим, что там есть такая мелкослоистая, на самом деле, структура. И вот, считается на сегодняшний момент, что вот эти слоистые отложения, они как раз отражают влияние вот этой относительно короткопериодической, там, масштабной десятки тысяч лет прецессии перигелия Марса. Но, опять же, поскольку никаких геологических исследований там непосредственных не было, были только дистанционные измерения, то говорить нам совсем уверенно про это противознание нельзя. Но, на данный момент, это гипотеза самая правдоподобная. Ну, и, наконец, значит, вот одна из ярких тоже работ по результатам МАС-Экспресс, это обнаружение водяного льда в южной полярной шапке. Вот, северная, я вам показываю картинку, вот так выглядит южная полярная шапка. Вот это белое вещество, это замерзший углекислый газ. Но, оказывается, что из-под него вылезает водяной лед. Визуально его не видно, потому что он, на самом деле, темный. Он там весь припорошен песком, его никак не... Мне сейчас лекция, я скоро закончу. Его никак не видно. Вот. Но в спектрах вы можете проанализировать смесь, совокупность разных компонентов, и увидеть, что там полосы водяного льда, тем не менее, будут вылезать, и будут вылезать как раз вот там, где... У нас вылезает свежая порода как бы из-под поверхности замерзшего углекислого газа. Вот. Из этого был сделан вывод, что, действительно, южная полярная шапка, она симметрична с северной. Просто данный сезон, она не активна. Потом эти данные были подтверждены радарами. Значит, был радар Марсис на Марс Экспрессе и Шарат он назывался на Марс-реконосенсоре. Они подтвердили, что вообще обе полярные шапки содержат мощный ледник порядка километра толщины. Ну, опять же, значит, если мы на масштабах десятка тысяч лет попытаемся восстановить режим инсталляции, то у нас будет примерно такой видный цикл. Видите, при перевернутом перигеле он не восстанавливается полностью наоборот, он становится более симметричным и более сухим. Это вот тот эффект, который я вам рассказывал, связан именно с глобальной фотографией. Сейчас историю водяного цикла на Марсе можно считать в значительной мере уже закрытой, хотя, конечно, мы ожидаем, что и по данным экзамаса у нас будет много новых свежих результатов. Но, в целом, качественная картина, она сейчас, в общем-то, памятна. И, конечно, вот повторюсь, самой главной, пожалуй, сейчас интригой, самой главной марсианской загадкой является метан. Я очень надеюсь, что через несколько лет смогу также уверенно в режиме лекции что-то про метан рассказать. На этом, наверное, сегодня мы с вами закончим. Я постарался только по Марсе.